Знаете, есть такая, одна из, мне кажется, замечательных дефиниций, замечательных определений мифа. Что такое миф? Миф – это то, чего никогда не было, но что всегда есть. Определение степени подлинности, что тут в этом мифе правда, что тут в этом мифе не соответствует реальности, эти попытки заведомо обречены на провал, потому что, когда мы пытаемся верифицировать миф, мы, конечно, прибегаем к инструментарию, который вне положен мифа. Мы можем, как исследователи, изучать его, ставить, так сказать, диагноз, диагноз культурологический, психологический, какой угодно, исторический, не литературоведческий. Но мы не можем. Понимаете, это, как, ну, я не знаю, встреча хоккеиста и шахматиста на одном поле. Игры не получится. Они играют заведомо в разные игры, они говорят просто на разных языках. Поэтому дело ученых, исследователей не осуждать, не обвинять, а понимать. И вот мы с вами тоже пытаемся понимать. Мы вчера говорили об истоках, о причинах возникновения. Я вам должна сказать, что эта тема волнует, занимает исследователей европейских. Я вот привезла вам показать, могу пустить передам, замечательную совершенно книгу. Это сборник статей. Кстати, сборник статей, который вышел под редакцией того замечательного отца иезуита Станислава Мущила, которого мы вчера видели в фильме. Он, кстати, относился к тем редким среди, особенно, ордена иезуитов, католических священников, которые выступали за диалог с иудаизмом и с иудеями, которые по мере сил стремились к преодолению предрассудков. Отец Станислав Мущил совершенно справедливо считал, что антисемитизм или кровавый навет, обвинение евреев, иудеев... Если, понимаете, я употребляю этноним, правильнее говорить, конечно, о конфессиональной принадлежности, не о этнической. То есть, когда я говорю евреев, я имею в виду иудеев, приверженцев иудейской религии, но просто относительно того периода, тех периодов, которые мы рассматриваем, это одно и то же. Это в новейшее время, в силу известных причин, существует значительное число ассимилированных евреев или неверующих евреев, или отошедших как-то этой веры в какую-то другую сторону, но просто договоримся, да, условно, что я, конечно, имею в виду приверженцев иудейской религии, даже когда говорю евреи. Так вот, отец Станислав мучал, я просто с особой скорбью говорю о нем, потому что, к сожалению, он умер достаточно молодым от тяжелой болезни. Он считал, что исцеляться от недуга должен тот, кто этим недугом болен. То есть не иудеи должны исцелять христиан от предрассудков, но христиане, которые разделяют эти предрассудки, должны от них освободиться, освободить свое сознание, потому что это мешает им адекватно воспринимать и жизнь, и смысл, и взаимоотношения с окружающими. Так вот, эта замечательная книга о легенде в европейской истории, она была издана в совместное издательство в Кракове, Польше, Нюрнберге и Франкфурте, Германии. Вот, ритуальное убийство, легенда в европейской истории. И, как вы видите на обложке, использован фрагмент той картины, которая находится и сейчас в Сандомерском храме, которая принадлежит кисти Шарля де Прево, 1710 год. Это фрагмент картины, которая изображает мученичество христианского ребенка и иудеев, которые устраивают этот, собирают его кровь для последующего использования в ритуальных целях. Вот когда мы с вами вчера пытались определить, что они осуществляются совершенно, то они осуществляются с большим трудом. В Сандомере, где располагается этот цикл картин, идет борьба. И мы не знаем, кто победит в этой борьбе. Победит ли рацию или победит миф, поскольку миф всегда есть. И это некоторая потребность человеческого сознания, бесспорно. Поэтому это заглублено так далеко. Так вот, церковная пропаганда и нужды церковные бесспорно... Я не хочу сказать, что они играют первую скрипку, потому что, если мы вспомним античность, если мы вспомним... Вчера мы там упоминали Аферона, но в всяком случае, если мы обратимся, скажем, к такому замечательному изданию, как «Углические и римские авторы об иудеях и иудаизме», вышедшие несколько лет назад, под руководством нашей замечательной античницы Нины Лазьберны-Брагинской, вы там можете найти весьма интересный материал, который высвечивает эту проблему и вне, так сказать, христианского, вне церковного контекста. Церковь как... Смотрите, полевые исследования, например, нашей... Тут я не откажу себе удовольствия представить вам одну книгу из нашего серийного издания. Мы в центре Сефер раз в год проводим конференцию, она такая... Это цикл, это такой большой проект сравнительного изучения славянской и... славянских и еврейской культуры. И раз в год мы собираем такую конференцию, которая всегда тематическая. И по результатам, по материалам этой конференции издаем сборники. Вот такие серийные, так они и выглядят. В данном случае я взяла, чтобы показать вам сборник концепт чуда в славянской и еврейской культурной традиции. Вот у нас собираются исследователи, те, кто занимаются еврейскими исследованиями, славянскими исследованиями, и это получается такой сравнительно-собставительный анализ. Очень-очень интересные, очень интересные дискуссии. как то или иное понятие, у нас была конференция, посвященная греху, понятие греха славянской традиции, еврейской культурной традиции. У нас была конференция, посвященная народной магии, медицине, с нам и видением. Ну, то есть темы всегда разные. Последнее, что у нас было в этом году, в конце прошлого года, сакральная география, как представляют святые места, места почитания, как ее представляет славянская культурная традиция, еврейская. Так вот, в данном случае, что касается чудес. Понимаете, в церковную мифологию чудеса вписаны самым, что ни на есть легитимным образом. Вы знаете, да, что и, собственно, скажем, процесс канонизации может происходить только тогда, когда данный, так сказать, претендент на святость производит чудеса во время жизни или после смерти. Чудеса, которые могут происходить на его могиле. например, те же убиенные дети, с ними происходили чудеса, и, будучи эксгумированными через долгое время, они, тем не менее, их раны продолжали кровоточить, люди исцелялись, к ним можно обращаться с молитвой и так далее. Так вот, посмотрите, пожалуйста, процитирую вам результаты полевых исследований замечательного ученого Ольги Владиславовны Беловой, которая систематически занимается этими полевыми исследованиями. Значит, она описывает сходные типологические легенды, которые имеют широкое ободавание в славянской среде. Сходные с чем? Значит, существует известная легенда о отце Иудея и его сыне, который еврейский мальчик, 7 лет, который играл с другими детьми христианскими на улице. Христианские дети пошли в церковь и причастились, то есть, съели эту гости, да, а еврейский ребенок, просто играя вместе с этими детьми, он тоже подошел к священнику, священник его причастил, ему дали вина и этого хлеба церковного, да, то есть, вкусите плоти моей и крови моей. Отец об этом узнал, растопил печь и бросил туда сына, но, естественно, жестокие иудеи, понимаете, что от него ждать. дверцу печи он привалил к камню, да, я излагаю просто мать, узнав о случившемся, через час открывает эту печь, но там вместо пепла живой и невредимый ребенок. Значит, слух распространяется по всем окрестным селениям, собираются христиане, они уверились в этом чуде, естественно, они бросают в печь уже этого отца, спрашивают мальчика, как он спас себя, и он сказал, жена, которая стоит в церкви и держит ребенка, она вошла в печь, она осенила, то есть Богородица, да, то есть так, изображение кого он видел, вошла в печь, осенила его своим окровом, он почувствовал холод, и огонь ему не повредил. Все поняли, что это Богородица и присутствующие, евреи, слышавшие о чуде, все уверовали и крестились. То есть совершенно понятно, да, при помощи такого рода легенд, это вот как бы такой архетип, который чрезвычайно распространен, с помощью такого рода легенд выполняется миссионерская задача. Легенда, во-первых, ей нельзя отказать в красоте, да, привлекательности, занимательный сюжет, который сочетает в себе и ужас, и убийство, так сказать, нагнетение, и последующее чудо, хэппи-энд, то есть это все построено по законам сюжета сложения, построено мастерски, и не может не оказывать вдохновляющего воздействия и может не пропагандировать разумеется веру. Поэтому исследователь приводит много материала об обращении иноверцев, а ведь это, собственно говоря, задача христианской церкви, да, обратить максимальное число иноверцев. Вот обращение иноверцев в результате и под воздействием чуда. Другую, легенд такого типа, я, как вы понимаете, у нас нет возможности фронтально, значит, исследовать, перечислять все эти легенды, но я могу вам привести уже, так сказать, из того материала, с которым я непосредственно работаю, легенду из католического региона, так, была из другого, значит, о посрамлении отступника от католической веры и чудесной силе вот этой гости, этой обладки, просфорки, свидетельствует пример, который отражен в позднанской церковной хронике, город Познань, Польша, 1706 год, значит, еретик, еретик в католическом понимании, это протестант, это человек, выступающий против католической религии, еретик проповедует в своем протестантском храме, что он говорит, католики, говорит он, учат, что когда их ксенц произнесет над гостей некие слова Христовы, то она, то есть этот хлеб, этот церковный хлеб, превратится в тело Христовы, вот я сейчас, говорит этот протестант, перед вами над одной из этих гостей произнесу эти слова, которые согласно папистам обращают хлеб в тело Христовы, вы помните, что это присуществление святых даров происходит во время литургии, и брошу обе гости, освященную и не освященную, на землю и растопчу для посрамления их учения о святых дарах. Однако, вы уже понимаете, дальше должно по законам сюжетного сложения следовать чудо. Значит, освященная гостья чудесным образом, значит, никуда она не упала, он бросает ее на землю, но она повисает в воздухе. И так и пребывает, висит в воздухе, затем она исчезает. Ну, что происходит с этим еретиком, протестантом, вы понимаете, да? Конечно, он падает замертво, у него нет варианта. И, более того, не просто там падает замертво, но его издвинуть с места невозможно, с того места, где он богохульствовал. И поэтому он оказывается навсегда там погребен, там, где богохульствовал. Значит, и этим чудом, я же вам цитирую хронику католическую, которая ввелась в летопись, да, храмовая, И этим чудом была утверждена католическая истина о подлинном теле Христа и святых дарах, вопреки всем еретикам. Тут понимаете, что нам важно учитывать? Вся вот эта идея о присуществлении святых даров, о том, что в этой гости да, содержится тело Христова. Это идея католическая. И с наступлением эпохи реформации протестанты очень резко выступали и против католических догматов, и против ситуации в церкви, против нравов. Ну, вы помните, я в этой аудитории не должна это как-то особенно пояснять. Так вот, основная линия борьбы, если мы имеем в виду эпоху реформации, основной, так сказать, фронт борьбы и столкновения, это, конечно, католико-протестантский фронт. Конечно же, битва идет прежде всего между католической церковью, которая почувствовала, что ее основы шатаются, и это было очень ярко выражено на Триденском соборе. Критика со стороны протестантов шла очень мощно. Разумеется, никогда иудеи не позволяли себе такого рода критики христианских догматов. догмат иудеи максимум занимались апологией, старались опровергнуть обвинения, которые выдвигались по отношению к ним. В весьма редких случаях они переходили к критике каких-то положений христианской церкви, но никогда иудеи не допускали таких полемических выпадов, таких инвектив, которые практиковали сплошь и рядом протестанты, называя папу антихристом. То есть они просто не выбирали выражение. Если мы почитаем протестантскую полемическую литературу, то ей нельзя отказать в особом выборе как лексики, так и содержания обвинений. И вы знаете, разумеется, это было очевидно для католической стороны. И когда католическая сторона после Триденского собора переходит в наступлении на реформацию, то есть наступает эпоха контрреформации, так называемой, довольно, как вы помните, кровавой, то, скажем, один из лидеров польской контрреформации, такой отец иезуит Петр Скарга, королевский пароведник, вообще человек незаурядный, такая и харизматическая личность, человек, чьи проповеди, которые он читал перед парламентом, выдержали огромное количество изданий, не только прижизненных, но по ним, это 16 век, по ним сейчас изучается ренессансный язык, это считается язык иезуита Петра Скаргича, относится к жемчужинам польской ренессансной литературы, проповеднической литературы. Так вот, вы понимаете, что упрекнуть иезуита Петра Скаргу в какой-то излишней симпатии к иудеям, ну, мы не имеем никаких оснований, это было бы несправедливо по отношению к нему. Разумеется, он был лидер контрреформации, он был вождем этой борьбы с еретиками. Тут, что очень важно учитывать, это, что вообще ересью считается некоторое отступление внутри одной и той же конфессии, внутри одной и той же динаминации, но иезуиты и католическая церковь периода реформации очень расширительно трактовала понятие ереси, включая туда вообще всех иноверцев, и в том числе людей. Строго говоря, по отношению к ним еретиками могли быть только протестанты, они находятся в рамках одной конфессии, но они расширяли, и, конечно, еретики у них все. Абсолютно все, что не католическая доктрина, все то ересь. Ну, вообще нам с вами из нашего экзистенциального опыта. Такие мыслительные конструкции, такая идеологема прекрасно известна, да? И тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас. Вот эта идея, да, как и идея цель оправдывать средства, иезуитская идея, прекрасно нам известна, из опыта совершенно не религиозной, а нашей социально-политической истории. Так что ни хель нови, да, ничего нового тут для нас нет. Но та последовательность, жестокость, я бы даже сказала, резвость в проведении этих идей в жизни, они, конечно, впечатляют и особенно тяжелым образом это сказалось на иудейском населении Европы. Да, вот это контрреформация. То есть получается так, что иудеи, знаете, есть такое выражение в чужом перу похмелье. Значит, католики борются с протестантами, и это основной фронт борьбы. иудеи оказываются невольно замешанными в эту войну, их используют как карту в этой игре. Например, протестанты отрицают существование, реальное существование тела Христова в этой гости, в этой обладке. протестанты не признают этого документа. Значит, католикам нужно каким-то образом это доказать, да, что там реально существует эта кровь. Доказывая, они обращаются к иноверцам, иудеям, которые обвиняются в том, что они оскверняют эту гостью, они ее колют, режут, они ее воруют в христианских храмах, они ее выкупают у каких-то там неблагочестивых христиан, которые, например, получив это причастие в церкви, в храме, не проглатывают его, как полагается, а выносят во рту за пределы храма, и потом продают иудеям. Иудеи же устраивают свою кровавую вакханалью с этим кусочком хлеба с этой гостьей, колют, режут, распинают, бьют, и из этой гости сочится кровь. Значит, в этом видится доказательство того, что подлинно, подлинно присутствует там, что это есть тело Христа. Протестанты выступали против этого. Не хочу цитировать их по памяти. протестанты выступают всякий раз и против пропаганды этих идей, против этого догмата, и против тех процессов, которые устраиваются над евреями по обвинению в осквернении этой гости. Например, протестанты пишут в одном из своих полемических сочинения. Сын Божий, то есть Иисус Христос, не страдает по соизволению Папы, по желанию еврея. Евреям, как следует, из книг Ветхого Завета, которые мы знаем, протестанты преимущественно концентрировались на том, что называют христиане Ветхий Завет. И всегда имеем под рукой евреям не нужна эта подкрашенная, выдуманная, фальшивая кровь. Это фортели римского антихриста, пишет протестанты в 16 веке. Они высмеивают в своей литературе, а протестанты были литературно очень продуктивными, если не сказать одаренными, но, во всяком случае, они были литературными, их взгляды отражались в литературе программно, очень много издавали. И вот в одном из сборников рубежа 16-17 веков, который имеет характерное название «ложные боги», там высмеиваются различные формы католического идолопоклонства. Это формулировка протестантов, это не иудейская формулировка. В первую очередь протестанты выступают против культа святых, они считают это идолопоклонством, и выступают против этого обряда причащения, они сатирически отражают этот обряд, как якобы этот обряд, в котором участвуют гости, якобы содержащие реальность, а не символически. Протестанты считают, что это символический обряд, что как бы мы участвуем в этом обряде причащения, символически, мы вспоминаем тайную вечерю, вспоминаем страсти Христа, это наше воспоминание, это символ, в отличие от католиков, которые считают, что это да, там присутствует, это есть кровь Христа, и это есть христа, Продолжение следует...